Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на лекциях, где я, Михайловская Анна Павловна, профессор кафедры химических технологий Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, рассказываю о химии веществ, которые нас окружают, которые мы используем каждый день и без которых жизнь невозможно себе представить. Сегодня речь пойдет о веществах, помогающих нам соблюдать чистоту. Это и мыло, и стиральный порошок, гель для душа и шампунь, жидкость для мытья посуды и мицеллярная вода. В состав этих моющих средств входят поверхностно-активные вещества. Мыло – это щелочные соли высших карбоновых кислот. Высших – значит с большим числом атомов углерода. Например, стеариновая и алииновая кислоты содержат по 17 атомов углерода, а пальмитиновая кислота содержит 15 атомов углерода. Натриевую соль пальмитиновой кислоты можно назвать пальмитиновым мылом. Чтобы получить мыло, нужно найти эти кислоты. В природе высшие карбоновые кислоты входят в состав жиров и масел, поэтому мыловарением легко заниматься в домашних условиях. Для этого нужно нагреть растительное масло с содой, а с химической точки зрения провести щелочной гидролиз сложных эфиров высших карбоновых кислот с глицерином. При этом контролировать щелочной агент вовсе не обязательно, ведь щелочь только способствует удалению грязи. Помимо мыла образуется еще глицерин. Его можно выделить и использовать для получения других важных веществ. А можно не выделять, и мыло будет называться глицериновым. Интересно, что натриевые соли высших карбоновых кислот – это твердое мыло, а калиевое – жидкое. А алюминиевое мыло является с загустителем для напалма, который невозможно залить водой. Люди научились варить мыло очень давно и делали они-то из жиров и золы, а золу получали с сжиганием деревьев, поэтому мыло было очень дорогим. Его использовали только для мытья рук и лица, и то не все могли себе это позволить. А уж мыть мылом тело и тем более стирать белье было полным расточительством. И мы должны сказать спасибо французским химикам сохранению лесов и удешевлению мыла. Так Мишель Эжан Шеврёль установил химическую структуру мыла, а Николай Леблан придумал способ получения соды из поваренной соли. Моющее действие мыла основано на его двойственной реакционной способности по отношению к липофильным и гидрофильным веществам. То есть мыло любит как жироподобные вещества, так и воду. Такие соединения называются амфифильными. В состав современных моющих средств входят поверхностно-активные вещества. И моющее действие поверхностно-активных веществ аналогично. Как и традиционное мыло, поверхностно-активное вещество содержит гидрофобную часть молекулы в виде длинного углеводородного радикала, и ее называют гидрофобным хвостом. И гидрофильную часть или гидрофильная голова. Гидрофильная часть молекулы может быть заряжена отрицательно, положительно или не имеет заряда. Исходя из этого, поверхностно-активные вещества бывают анионными, катионными, амфотерными и неаногенными. Давайте рассмотрим несколько примеров. Самыми распространенными являются анионно-активные поверхностно-активные вещества. И традиционное мыло тоже принадлежит к анионным поверхностно-активным веществам. При растворении молекула натриевой соли высших карбоновых кислот диссоциирует на ионы. При этом анион имеет гидрофобный хвост и гидрофильную часть молекулы, отрицательно заряженную. Если вы прочитаете состав стирального порошка или, например, жидкости для мытья посуды, то с наибольшей вероятностью найдете такой термин, как алкил сульфаты натрия. Самым распространенным алкил сульфатом натрия является лаурил сульфат натрия. Лаурил это гидрофобный хвост и содержит 12 атомов углерода, а гидрофильная часть молекулы анион сульфат. Получить алкил сульфаты натрия можно реакцией сульфирования высших спиртов с последующей нейтрализацией. Кстати, высшие спирты это твердые соединения. И студенты, когда проводят реакцию сульфирования высших спиртов, очень часто говорят, сейчас мы отрежем кусочек спирта и получим шампунь. Сегодня очень популярны бессульфатные шампуни. Производители этих шампуней заявляют, что они не вымывают краситель. Это очень актуально для окрашенных волос. В состав таких шампуней не входят алкил сульфаты натрия, а входят более мягкие поверхностно-активные вещества, например, амфотерные, неоногенные или катионные. Среди катионных поверхностно-активных веществ наиболее распространены четвертичные аммоневые соли. Положительно заряженный ион содержит атом азота, связанный с четырьмя углеводородными радикалами. При этом один из них обязательно должен быть длинным, то есть гидрофобным. Некоторые соединения этого типа имеют еще одно полезное свойство. Они обладают антисептическими и антибактериальными действиями. Так, студентка Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, выполняя дипломную работу по крошению пряжи из хлопка, добавила в обрабатывающую ванну четвертичную аммоневую соль, а затем исследовала окрашенные образцы действию микроорганизмов. Оказалось, что использование четвертичной аммоневой соли при крошении повышает устойчивость целлюлозы к действию плесневых грибов и наблюдается снижение интенсивности их роста. А в некоторых случаях были зафиксированы зоны ингибирования роста грибков вокруг образца. Неиногенные поверхностно-активные вещества в воде не диссоциируют на ионы, например, оксиэтилированные спирты, однако они являются эффективными эмульгаторами. Амфотерные поверхностно-активные вещества в зависимости от PH среды по-разному ионизируют. В кислом растворе они проявляют свойства катионных веществ, а в щелочных – анионных. Самым известным амфотерным поверхностно-активным веществом является соединение с красивым названием кокаонидопропилбатаин. Его используют в качестве усилителя пены. Это необходимо, если приходится использовать жесткую воду, то есть воду с высоким содержанием солей кальция и магния. Или, например, в производстве косметических средств, таких как пена для бритья. Кокаонидопропилбатаин оставляет ощущение шелковистости на коже. Итак, мы рассмотрели классификацию поверхностно-активных веществ и некоторые примеры. И теперь знаем, что молекула поверхностно-активного вещества имеет гидрофильную и липофильную части. Какая же из них и является поверхностно-активной, спросите вы? Дело в том, что вещества называются поверхностно-активными, потому что благодаря амфифильности они концентрируются на границе поверхности раздела фаз и снижают поверхностное натяжение. Но в виде отдельных молекул поверхностно-активное вещество находится только в случае концентрации меньше критической концентрации мицеллообразования. При равной концентрации критической концентрации мицеллообразования молекулы поверхностно-активного вещества формируют монослой. А при увеличении концентрации образуются нецелы и визикулы. То же такое нецелы и визикулы. При увеличении концентрации раствора молекулы поверхностно-активного вещества объединяются так, что гидрофобные радикалы образуют ядро, внутреннюю полость, а гидрофильные группы поверхность нецелы. Может быть и наоборот. Гидрофильные группы образуют внутреннюю полость, а гидрофобные хвосты поверхность. Поэтому используют термины прямые и обратные нецелы. По форме нецелы тоже могут быть разными. Они могут быть сферическими, цилиндрическими и пластичными. В определенных условиях возможен переход одной формы в другую. Особой формой агрегации поверхностно-активного вещества являются визикулы. Они могут образовываться как из сферических, так и из пластинчатых нецел. Во внутреннюю полость нецелы помещается еще один монослой молекул поверхностно-активного вещества. Теперь вы знаете, что при использовании геля для душа, шампуня или жидкости для мытья посуды вы имеете дело с коллоидным раствором, состоящим из мицел и визикул. Принцип действия поверхностно-активных веществ основан на том, что нецелы, свяжавшись с одним веществом, повышают его растворимость в другом веществе, в котором раньше оно не растворялось. Например, масло в воде. Происходит это за счет того, что гидрофобным хвостом поверхностно-активное вещество взаимодействует с липидной частицей, то есть частицей жира, а гидрофильной группой с водой. При этом образуется эмульсия и грязь легко удаляется водой. Такой же принцип действия и мицеллярной воды. Ватный диск притягивает головы нецел, а хвосты формируют слой, который растворяет макияж и кожное сало. Надо сказать, что поверхностно-активные вещества, помогая нам в гигиене, не всегда оказывают положительное влияние на окружающую среду, а иногда и вовсе негативно влияют на экологию. Однако сегодня невозможно отказаться от использования поверхностно-активных веществ, ведь мы с вами затронули только одну область их применения в качестве моющих средств. А поверхностно-активные вещества – это также хорошие межфазные катализаторы, антистадики, эмульгаторы и гидрофабизаторы. И производство поверхностно-активных веществ – это сегодня активно развивающая отрасль промышленности. И одним из приоритетных направлений в развитии этой отрасли является получение экологичных поверхностно-активных веществ или, как их еще называют, зеленых моющих средств. На этой позитивной ноте позвольте закончить нашу лекцию. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»